Пусть вам мечтаются красивые идеи, Пусть мысли исцеления окружат, Пусть будут в сердце вашему стремления, Которые до Бога долетят, И пусть от них сгорает скверно, Счастливой сложится судьба, Пусть очищается пространство для лучшей жизни, Здесь и навсегда. 24 декабря, день Никона, Почитает память преподобного Никона Сухого Печорского. Придя в Печорский монастырь, Он предал разум свой и всего себя в послушании Христу И стал опытным иноком. Во время нашествия Половцев в 1096 году был взят в плен. Его хотели выкупить. Он отказался. Половцы, не получив за него выкуп, Три года его мучили, чтобы он выкупил себя. Никон лишь благодарил Господа и непрестанно молился. И Христос даром освободил его из их рук, Перенеся в Печорский монастырь. В этот день наши предки разжигали косты, Чтобы прославить солнце. Сегодня молились святому Никону И просили отогнать нечистую силу. Ее они представляли в виде метели, Которая может заморозить. Отсюда и появилась пословица. На Никона стоят у икон. Спать ложились пораньше. Зажигали лампады и призывали солнце Побыстрее прийти на землю. Считалось, что так можно спастись от ведьм, Которые летают на метлах и вызывают метели. Верили в то, что в летающем сегодня снеге Находится злой дух. Ему холодно, и он пытается погреться у очага. Поэтому у порога клали топор острием к двери, Чтобы нечисть не проникла в дом. Приметы. Солнце на небе видно с отцветами по бокам, Это к морозам. Если сегодня солнечные лучи идут вверх, Это к морозам без ветра. Если они идут вниз, это к метели. Горшки через край кипят, к облачной погоде. Если сегодня к вечеру стаи ворон с места на место летают И не находят ночлега, ожидая бури. Если сегодня несколько белок в одно дупло Собираются с сильным морозом. Многие из вас слышали, что при ангине можно использовать лук. Некоторые из нас просто его едят. Другие же могут применить вот такой рецепт. Взять луковицу, перемолоть ее на мясорубке И отжать через марлю. У нас примерно получится какое-то количество лукового сока. Мы с вами берем одну чайную ложечку лукового сока. Смешиваем с одной чайной ложкой меда. И принимаем. Так поступать 3-4 раза в день. В данном случае луковый сок не так жестко будет действовать на слизистую оболочку. И в сочетании с медом лучше будет разноситься по организму, усиливая защитное свойство. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет-отвертки, там как мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. И веселись, 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 веселись на кровь. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет. Он в батарке раздает. Радостью в любовь растет. Это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось. Волшебство мы жадо ждем. И под чоканье бокалом ходит счастье в каждый дом. И веселись, веселись, веселись на кровь. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет. Он в батарке раздает. Радостью в любовь растет. Это Новый, Новый год. Так, и спи, дружок сыр нежный. Наливай в бакал с карти. Загадай свое желание. И под звонку ром-попе. Ай! Веселись, веселись, веселись на кровь. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет. Он в батарке раздает. Он в отзыве, дружок в особе, Глюк. Новый год. Где-то, где-то. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бау! 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 Ба! Продолжение следует...